Здарова, народ! И смотрите, какую шикарнейшую позицию сейчас, прямо в начале боя, займет игрок на СТРВ-103Б. Он фактически застанет толпу врагов врасплох. Короче, не буду лишних слов, просто сейчас он прямо на нее заедет. Уже сейчас сами увидите и поймете, насколько это будет неприятно для вражеской команды. В общем, наш герой очень сильно спешит. Он написал в чат, что подпущу ближе, если успею, то займу угол. Написал в чат, подпущу поближе и буду молотить. Близко не подпускайте. Ну, в общем, план у него есть. Ну, посмотрим, сможет ли он этот план реализовать. Так, а кто здесь у нас уже калиточки открыл? И вот смотри, какая интересная позиция здесь. ПТ-шка в целом имеет неплохую маскировочку. Еще и включает маск-сеть. Впереди непрозрачные кусты. И посмотри, какие у нас здесь цели-то появляются. Вражеские тяжики приехали, все такие думают, ну ща мы, ща мы потанкуем броней своей, покрасуемся тут. И тут один за одним под калибрю СТРВ-103Б начинают их броню просто разваливать. Посмотри, Эмилька получает люлей из четыре, уже в штаны наложил чего-то коричневого и начал откатываться назад. Кирпичей там выкинул целую гору, елы-палы. Посмотри, целая толпа целей. Сложно посчитать, сколько врагов здесь. Три, шесть, девять, девять танков. Здесь две трети вражеской команды, народ. Или больше, или десять даже. Офигеть. Десять, по-моему, их даже здесь. Ровно две трети вражеской команды, и там еще сзади кто-то стоит. И все это перед нашим героем как на ладони. И враги абсолютно не соображают, они не понимают, где стоит СТРВ-х. Откуда под ним летит дамаг, посмотри, они не знают про эту позицию по ходу. Мы коню в борт башни нашвыриваем. ВЗ-шеч, 111, прямо перед нами. Т-30, сейчас тоже свою кукушку высаднит. Просто раскрыли чемоданоприемники и получают подкалиберы один за другим. Вон Маушин фуловый. Здесь столько целей, что наш герой не успевает понять, кого выбрать. Ну вот сейчас они чуть-чуть попрятались. Но как только они начинают давить, мы сразу имеем по всем хороший прострел. Вот борт башни Маушина торчит. Может даже два снаряда кинем, один. Но это не страшно, потому что тут же на очереди следующий желающий получить подсрачник от нас. Т-30. И с четвертой снова никак не угомонится. Но и с четвертой уже поосторожнее, он понял, кто тут батя. Что здесь 103Б просто наваливает всем. Сейчас еще раз выкатит из четыре, и мы ему под башенку должны навесить, да? Т-30. Давай, братюня, уже пакуйся в ангар. Что ты тут китришь-мудришь? И смотри, пять тысяч урона практически. Сейчас одна плюха еще будет. А одна по-любому по кому-нибудь. Вон из четыре штурмует, посмотри. Ну тут он отсветился. Поэтому не вышло. Но счет, несмотря на все это, 2-6. Наша команда уже, несмотря на все сторони нашего героя, умудрилась где-то Писюн найти на карте и хорошенечко его обработать. Писюн вражеской команды. И это совсем не радуется. Так, плохие аналоги у нас пошли, но при счете 3-7, знаете, хорошо, что с цензурными словами еще держусь. Я думаю, наш герой в этот момент кое-какие другие слова вспоминал. Ну вот немного-немного вроде отыгрались. Так, черепаха, большая черепаха, покатай меня, пожалуйста. Покатай меня, большая черепаха. Ты 95, выезжай, выходи. Сейчас будешь люлей получить. Ох, как опять. Вот, наконец-то, пять тысяч урона у нас есть. Ты 95. В засвете никаких проблем. Она еще и в борт нам поворачивает. Самое интересное, что враги не осознают, откуда их долбят. Они калиточку свою, борт подставляют под нужным углом, и мы спокойно по ним нашвыриваем. Эмилька, посмотри, они все в одной позе к нам заходят. Я не знаю, как будто эскорт на заказ. 10 красивых, сочных вражеских танков. Но счет, несмотря на это все, продолжает быть шатким. 11-10. Все-таки мы побеждаем. Я думаю, во многом благодаря усилию нашего героя. Но все-таки 6 тысяч урона сделать за 5 минут боя, это достижение. Но там у нас большая проблема с базой. И там Юдус 15-16 разгуливает. Надо поехать. Может, ему там засандалить? Этому Юдусу, а? Вернуться назад. Большая черепаха. Здравствуй. Броня не прошита. Да как так? Должны ж были побрить. Черепаха там разрывает. Конечно, опять счет плохой. Снова 11-12. И наша команда снова насасывает. Концепт добирает Юдуса. И поехали. Давай, братюня, заводи двигатель. Погнали давить. Все хп сохранил. И вот, посмотри, у него 6 тысяч урона. И полные хп в запасе. Ну, я думаю, отличная позиция. Можете ее использовать. Но, опять же, смотрите. Если светанут, унести свой зад отсюда будет очень сложно. И, опять же, без арты бой. Это очень важно. Прострел для артоводов в это место просто шикарный. Ну, и очень важно, на каком танке занимать. Ну, желательно все-таки выбрать какой-то такой малозаметную ПТ-шку. С хорошей маскировкой. Типа от Астервехи. На Е-25, я думаю, отлично будет заниматься. Хотя и некоторые средние танки тоже маскировкой не обделены. И здесь большая черепаха пошла на суп. Ну, что? Осталось у врагов Бабаха и три семеры. Джекпот. Объект. Джекпот. Где ты, дорогуша? Кстати, Бабаха еще ни разу не светилась. Наверное, шапку-невидимку на блаженном рынке прикупила себе. Иначе это никак не объяснишь. Такой здоровый сарай. Причем он уже два фрага нашей команде отписал люлей хорошенечко. И до сих пор в засвет даже не появлялся. Это говорит о том, что Бабаха фуловая. Но главное, чтобы она нас врасплох не застала. Потому что в бочину укусит так, что откусит нафиг все хп. Надо поаккуратнее здесь. С Бабашкой, конечно. Народ, пока наш герой летит просто, рискуя покорять кусты здесь вражеские. Проверять, кто где сидит. Я вам быстро напомню, что спонсоры этого видео, ребята, с очень классного сайта Воткит. Где вы можете прямо сейчас тебе золото и премиум танки получить. В закрепленном комментарии под видео ссылка на Воткит. И вот сейчас на экране, и он же есть в закрепленном комментарии, промокод. По которому каждый получит подарок при пополнении. Реально обалденный, кайфовейший просто промокод. Обязательно его используйте и подарок по нему получаете. Советую открывать главный контейнер. Ну и не забывайте, народ, про розыгрыш голдишки у нас. До 10 тысяч золота можно поднять. Лайк, подписка, колокольчик. Там позитивный комментарий с игровым ником и одет контакта. В общем, все стандартные условия. Ну и просто прожимайте Лайчинский за такую интересную позицию. Я думаю, неплохой бой. Ну и пишите в комментарии, знали ли вы про эту позицию. Пользовались? Нет? Посмотрим, так сказать, статистику. Я лыбал. Ладно. Видим, что наш СТРВ-103Б походу поймал воодушевление какое-то. И летит, сломя голову. Наваливать вражинам. Захват базы уже делают союзники. Союзники не такие воодушевленные. Два танка девятого уровня все-таки. А вон бабаха не фуловая. Братюнь, ты че там? Где-то с горы упал с какой-то. Где-то хп умудрился потерять. Если не светился даже. И блайном вроде. Не, может блайном получил. Не знаю, конечно. Так, заезжаем. Так, братюня, хавайся. Сейчас фугасом. И этот фуловый. Да вы че такие сохраненные-то? Пацаны. Две тысячи хп. Нифига себе. Каким кремом ты мажешься? Что? Так не стареешь. За весь бой-то. Все хп сохранил. Ну и проезжает дальше наш герой. Захват базы уже идет. Но опять же, очень долго здесь будет браться база во встречном бою. Поэтому надо действовать решительнее. И мы этим сейчас и займемся. О! Чей это тут телевизор? Включайте первый канал. 400 сняли. Еще разок. Давай похлебальничку. Картонная кукуха и бабахи. Просто счастье. Наш герой... И она еще и мажет. Ты еще и косоглазый, братюнь. Ох, как он его фугасами отпинал. 7600 дамага. Тут ему еще и халява под конец припала. Потому что враги так усердно хранили свои хп. И в конце так глупо, блин, с ними расстаются. Типичные обитатели рандома. Че еще сказать. Ну что, народ, погнали. Еще дамага дадим. Или стендард бетом у нас подсосет немного. Стендард бет, братья, зачем тебе дамаг? Ты и так отлично сыграл. Три фрага. А, нет. Три фрага этого концепта. Ну, а этого один фраг. Бля, фуловый стоит, боится выезжать. Либо он все-таки эстервехи оставляет, либо просто гений. Я бы на его месте, наверное, просто упоролся уже на этого 3-7. Ну, а че, победа почти уже добыта. Но он стоял за чем-то ждал. Ох уж эти игроки. Ладно, народ, давайте итоги боя смотреть. Ну что тут у нас? Основной калибр. Поддержка. Конечно же, мастер. Очень интересная. Неплохая позиция. Можете пробовать занимать. Вверху справа прошлый видос. Заходите, смотрите. Ну, а мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова